всем добрый день вы на канале голубика днепр и сегодня хочу показать еще один вариант посадки и как делаю я субстрат для голубики потому что каждый раз что-то меняется что-то я совершенству каких-то можно сказать ингредиентов нет поэтому я каждый раз делаю разные посадки свои голубики экспериментирую и показу вам свои результаты сейчас я планирую свои кустики из 20 литровых контейнеров пересадить с 60 литровые естественно те косты у кусты которые уже от плодоносили те которые у меня еще с ягодой оплодоносит у меня уже середина сентября это аврора поэтому кусты с ягодой я пока пересаживать не буду что на этот раз я буду использовать для посадки это кислый рыжий торф это мульча сосновая мелкая кора мелкой фракции самая мелкая такая вот фракция и песок так как лесного опада у меня сейчас нет нет возможности ехать в лес поэтому я использую такие игры ингредиенты значит сколько я беру какие пропорции ведро кислого торфа и торфа ведро мульчи и где-то литр полтора песка рыжий торф является основным грунтом для голубики кора является разрыхлителем и дают уплотняться нашему торфу а песок являя и помогает также быть разрыхлителем и именно для контейнерной посадки песок помогает удерживать влажность потому что торф очень быстро пересыхает поэтому песок лучше удерживает влагу чем торф естественно все хорошо перемешали до однородной массы на дно картин контейнера я люблю люблю ложить все-таки небольшое количество дренажа если в огород я ложу 10-15 сантиметров дренажа это могут быть толстые ветки шишки то в контейнер я ложу мелкую сосновую хвойную веточку использую любые хвойные породы дальше сюда я где-то насыпаю пол ведра у меня небольшой ведерко уже перемешанного субстрата теперь у меня вот вот такие уже заросшие пятилетние кустики либерти которые я перед тем как сажать обязательно обрежу сделаем кардинальную обрезку на обрезке куста я уже останавливаться не буду при прикреплю несколько видео по обрезке осенью так сейчас быстро скажу потому что немногим скажем так кто сажает молодые кусты это обрезка нужно но что я буду делать смотрите вот идет веточка на этой веточке молодые жирные хорошие приросты с молодыми листочками и есть веточка которая постарше вот она уходит вниз эту веточку я убираю все обрезочки я делаю только чистым секатором то есть обработанным обязательно спирт содержащим препаратом вот так я вот эти все веточки удаляю вот и у меня получается переводится потому что под грузом ягоды мои кусты сильно наклонились молодые приросты пошли ровные а там где была ягода вот показываю как они сильно накренились и вот таким образом вот у меня будут уже выглядеть молодые кустики вернее кустики после омоложения после обрезочки теперь я свой контейнер ложу так на бочок придавливаю по бокам и таким образом легче достать потом из контейнера корневую теперь я вижу вот такая у меня от корневая то есть мой мои корни а пыли полностью весь контейнер и они вот такие вот где-то рыхленькие где-то тварденькие мне нужно разве разрыхлить весь грунт основная ошибка всех не всех а вообще одна из главных ошибок которую повторяют при пересадке голубики так это то что не рыхлятые коми достают и сажать если там конечно еще слабо плетен корневой ком то можно это и не рыхлить если вам достался саженец у которого очень сильно или взрослый куст и пересаживать нужно обязательно сделать рыхление вот такие вот проколы мне очень нравится делать вот таким вот зубчиком вот так я все полностью пробиваю проверяю навредители но что я заметила очень хорошо что в контейнерах ни разу мне не попадались личинки майского жука пару раз бронзовки бронзовки они в основном питаются от омертвевшими остатками они корешками молодых молодыми корешками растений теперь устанавливаю свой куст уже в подготовленную подушку из торфа из своего субстрата посмотрите у меня куст очень сильно накренился так как я делаю пересадку я могу это исправить либо обрезкой так как вот молодые погоны умеют либо просто посадкой под наклоном то что и дело я беру просто свой куст и вот таким образом наклоняю корень вот так наклоню корень чуть-чуть приподнимаю наискосок и выровняю весь свой ствол и засыплю сейчас туда торф и теперь мой куст сейчас я еще немножечко подкорректирую будет расти ровно а молодые приросты сами подтянутся в нужном направлении к солнышку теперь я засыпаю всю корневую равномерно распределяю торф но не до самого конца потому что мне сейчас нужно внести сюда серую суперфосфат во всех своих видео посадках я рассказываю что я вношу обязательно подкормку для корневой это суперфосфат вот он так выглядит где-то столовая ложка у меня пойдет на этот кустик на этот объем и рассыпаю по всему приствольному кругу как присолить и теперь сюда же у меня пойдет где-то 50 грамм серы серу я использую гранулированную это самый лучший вариант подкисления грунта серу медленно перерабатывать бактерии и в процессе жизнедеятельности выделяют кислоту что еще по сере хочу сказать серу вносят раз в год осенью или весной и работать она начнет только через пару месяцев рассыпала так движение у меня выходит то порции которые я запланировал 50 грамм серы на мой контейнер все и теперь так как серо и суперфосфат не растворяется с водой а перерабатывается бактериями поэтому работать они будут только в грунте нужно прислыть присыпать еще слоем грунта все присыпала я слоем грунта и еще я делаю вот такую пару раз вот такую прослойку из маленьких тоненьких веточек для того чтобы не спрессовался как я уже говорила грунт чтобы воздух и вода проходили веточки перегнивали создавали вот воздушные прослойки и постоянно там не был спрессованный как камень грунт а были вот такие вот небольшие воздушные прослойки кроме серы я подкисляю еще и уксусом сера является подкислением длительного действия а уксус мне нужен для моментального подкисления он работает не очень долго но очень быстро поэтому пропорция какая 100 грамм обыкновенного 9 процентного столового уксуса на 10 литров воды и этим раствором я проливаю свою один раз в месяц обычно подкисление быстрыми кислотами их я чередую делаю один раз в месяц с апреля до октября месяца то есть сентябре это идет последнее подкисление проливаю я весь приствольный круг мне нужно чтобы грунт под моим кустом уплотнился чтобы обжал все корешки и голубика хорошо принялась и последнее что я буду делать я буду мульчировать мульчировать корой средней фракции то есть где-то 13 сантиметра я уже рассказывал у меня есть видео о вариантах мульчи которые я использую вот в огороде я люблю использовать хвою или какие-то крупные фракции каких-то тырса стружка хвоя как я уже сказала а вот контейнерные я использую либо мульчу либо вот такую фракцию коры которая позволит мне и рыхлить и будет удерживать влагу позволит зарыхлить мне удобрения которые мне нужно сделать позволит мне сделать само рыхление я уже рассказывала как я делаю рыхление своего куста это проколом штыря то есть я прокалываю так как обыкновенное растение голубику невозможно рыхлить поэтому я делаю просто штырем проколы и раздвигаю грунт у меня на канале спрашивайте задавайте вопросы я все расскажу покажу сброшу вам видео поэтому эконом вариант конечно это можно если у вас и и рядом есть лесопилка любые хвойные породы как я уже сказала можно не нравится мне только крупная кора и шишки потому что они не позволяют не рыхлить и прорастает корневая в них их не возможно невозможно поднять что еще какая особенность при посадке в контейнер я обязательно оставляю зазор потому что потихоньку грунт где-то будет проседать но и буду досыпку делать досыпку я делаю все равно чтобы был зазорчик когда я буду поливать свои контейнеры чтобы вода удерживалась не выливалась через верх то есть всегда оставляю где-то каких-то 10 сантиметров зазора ну и вот вот в таких вот так я планирую сделать свою пересадочку всем хорошего вечера до новых видео